Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами поговорим о случаях одновременного покраснения из зуда в области полового члена, ануса и в области глаза у одного и того же человека. К нам обратился молодой человек, у которого одновременно наблюдались три кожные локализации в виде покраснения, пятен ограниченных, зуда, жжения в области ануса, головки полового члена. Несмотря на то, что она обрезана, наблюдаются изменения и не только красные, но и очаги воспаления провоцируют такой элемент обесцвечивания, мы видим с вами белые пятна, однако это является, в общем-то, поствоспалительной лейкодермой или, соответственно, потерей кожи вот такого цвета из-за воспаления. Ну и, соответственно, также в углу глаза мы наблюдали шелушение, наблюдали покраснение, пациент обращался несколько раз по месту жительства, ему ставили там дерматит, в общем-то, на члене ставили кандидоз, назначали противокандидозный препарат, от которых становилось только хуже, в частности, от флюконозола, назначали гормональные мази, от которых было видно небольшое улучшение только на момент их применения. На этом, в принципе, лечение заканчивалось. Ну, здесь мы видим с вами поражение сразу трех кожных областей, но их объединяет то, что это достаточно тонкая кожа, чувствительная кожа, соответственно, ее раздражение, естественно, не могут привести к ее раздражению одни и те же микроорганизмы, ну, будь то кандид, она, например, практически никогда не живет в области век, ресницы и так далее. Это крайне редкие варианты, когда у человека ВИЧ инфекция, данный пациент сдавал как раз КВД по месту жительства на сифильс, ВИЧ, гепатиты, данные анализы у него отрицательны, соответственно, мы проверили еще раз кандидоз с головки полового члена, с области ануса, это и пассивы, и ПЦР анализы на кандиду, это мазки на половые инфекции, однако здесь все оказалось нормальным, то есть при отсутствии данных возбудителей. Также с кожи данных областей выселилась нормофлора, с полового члена это вообще эпидермальный стафилококк, с области ануса выселился, соответственно, кроме эпидермального стафилокока еще и эшерихиаколи, что, естественно, для данной локализации. Ну и соответственно пациент сдал кровь, в общем-то у него обнаружились признаки аллергии, это повышенный иммуноглобулин Е, повышенный изнофильный катионный белок, бозофилы повышенный, то есть следствием таких распространенных высыпаний было непосредственно проявление дерматита. В общем-то дерматологи, наши любимые врачи-малеры правы, но не правы в том, что действительно при дерматите необходимо исключать всегда аллергическую основу данного процесса и, соответственно, взаимодействовать с кожными поражениями вместе с аллергологами. В частности, дерматологи со своей стороны могут кроме консультации аллерголога, да, назначить антикистаминные препараты, что было сделано данному пациенту, назначить натриотиосульфат, кальциогликуант, натриевен, озон, мы назначили также пациенту еще ультрафиолетового улучения крови. Наружно пациенту были проведены фотодинамические лазеры в области ануса, вы можете видеть на картинке в области полового члена, соответственно, в общем-то через порядка двух недель понадобилось для того, чтобы обследовать данного пациента, у него выявлено много продуктов по пищевой непереносимости, пациенту были даны, естественно, что рекомендации аллерголога и совместно с дерматологами соответственно данные высыпания прошли. О чем это говорит, если, соответственно, у вас несколько областей поражения на коже, то это необязательно должен быть, как в этом случае дерматологи ставили, да, сибарейный дерматит, холнопастит, соответственно, периональный дерматит. Это все может быть проявлением одной и той же аллергии, ну, в условиях кожи одного и того же организма. Поэтому, в общем-то, применение многочисленных мазей должно являться без сомнения обязательным, однако данные гормональные мази уж точно не должны применяться в области лица, что запрещено, особенно тонкой кожей вокруг глаз и, соответственно, при отсутствии эффекта от данных мазей, конечно, необходимо обследовать данного пациента уже на системные проблемы, которые практически никогда не делаются вот этими дерматологами-малярами, моими любимцами. Поэтому наряду с местной терапией, которая без сомнения должна использоваться дерматологами, они должны делать хотя бы простейшие анализы на то, для чего они применяют это именно хотя бы на ту же кандиду, а лучше всего это решать вопрос ПЦР-анализ вместе с пассивом, ну и, соответственно, без сомнения, если ставят дерматит, то необходимо обследовать данного пациента на аллергии, учитывая его лечение нескольких локализаций. При необходимости диагностики и увеличения рачных поражений в области половых органов, вы можете обратиться к венерологам-урологам нашего медицинского центра Платы КВД в Москве, у нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных заболеваний. Ждем вас в нашей клинике, чтобы подписаться на наш канал на YouTube и на наш канал в Instagram. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому